Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами на этом коротком видео уроке рекомендаций продолжим тему, которую затрагивали в одном из предыдущих роликов на канале, где вы говорили о том, что во время исполнения музыкальной композиции очень важно обращать внимание на иерархию партий. Если в партитуре первую партию, как правило, мелодическую линию надо играть максимально выразительно, то вторую и третью линии, партию аккомпанемента или гармонических фигураций и партию баса нужно играть как можно более аккуратно. Ну, нужно ориентироваться, конечно, по контексту. В любом случае, первая партия должна превалировать по звучанию над остальными партиями. И мы говорили с вами в общем. Сегодня мы с вами рассмотрим ситуации в более зауженном спектре, когда у нас в рамках всего лишь одного такта по соседству находятся две одинаковых по диапазону ноты. И одна из них относится к мелодической линии, а другая относится к голосу аккомпанемента или фигурации гармонических. Давайте мы сейчас с вами на примере мелодии Соловьева-Седова, первым делом самолеты в обработке Олега Копенкова, обратим внимание на несколько тактов, где нужно внимание проявлять максимально к направлению штилей. Потому что именно направление штилей говорит нам о том, какую ноту нужно сыграть поярче, какую ноту нужно сыграть помягче. У нас в этой композиции, в этой аранжировке будет буквально 4 или даже 5 тактов, на которых мы с вами коротко остановимся. И уже на примере этих тактов сможем сделать вывод, когда будем исполнять другие композиции, как нам нужно выделять те или иные ноточки. Я буду сейчас наигрывать по фрагментам эту композицию и на нужных тактах буду делать короткие остановки для того, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Вот сейчас мы с вами столкнулись в шестом такте с ситуацией, когда у нас соседствуют две одинаковых по диапазону ноты. Вот первая нота ми, мы ее играем тихонько и еще раз же ее громко играем, для того, чтобы слушателю со стороны было понятно, что у нас первая нота ми это аккомпанемент, потому что у нее штиль направлен вниз, а вторая нота, направленная штилем вверх, уже представляет собой мелодическую линию. Давайте играем дальше, прямо с этого момента. Сюда мы еще вернемся. Вот у нас похожий был момент, когда у нас две одинаковых ноты по диапазону встречаются в рамках одного такта. Давайте в контексте сыграем. Потому, потому что мы пилоты. Видите, у нас первая нота ля, она была направлена штилем вниз, а вторая нота ля, она одновременно имеет два штиля. Первый штиль вверх указывает на то, что эта мелодия является мелодией, а штиль вниз говорит о том, что одновременно эта же самая нота, она входит в партию аккомпанемента. Значит, первый раз мы ее играем тихонечко, а второй раз ярче, и потом снова аккуратненько щипаем ноту фа, двигаемся дальше. Вот у нас такая же ситуация. Первым делом, первым делом, самолеты. Первая нота вниз штиль, вторая нота имеет штиль вверх, значит, нам нужно ее сыграть поярче. Играем дальше. Вот такая же история. Мы сразу же визуально видим. Первая тихонечко, вторая громче. Ну и так далее. Потом у нас будет с вами реприза. Теперь мне еще хочется заострить с вами внимание на такте номер 15. Несмотря на то, что здесь рядом непосредственно две ноты ля не соседствуют, но из-за того, что они одинаковые по высоте, нам первую ноту, вот, значит, давайте мы этот такт сыграем. Вот, первую ноту сыграть, ноту ля нужно тихонечко, а последнюю ноту в этом такте, она вторая нота ля получается, нужно сыграть поярче, для того, чтобы опять-таки на слух легко было определить, где у нас мелодия, где у нас аккомпанемент. Давайте мы в контексте сыграем этот момент. Значит, сначала срочки фами, рэ, ля, ля, до, ля, си, ля, соль. Вот таким образом необходимо обращать внимание на направление штелей во время исполнения композиции, и тогда мелодия будет звучать намного более выразительной, если мы будем просто играть одинаково в плане щепков и акцентирования ноты, которые находятся в рамках одного такта и одной высоты. Обращайте внимание на маленькие детали во время разбора, разучивания композиции, они могут сослужить вам очень большую службу и качественно подчеркнуть ваш уровень владения инструментом. На этом я хочу с вами попрощаться. Если эта рекомендация показалась вам полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, не забывайте жать колокольчик, для того, чтобы получать оповещения о появившихся новых видео на этом канале. А мы с вами увидимся буквально завтра.